Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Байден выбрал нового генсека НАТО с оглядкой на Россию. Президент Байден выбрал кандидатуру нового генсека НАТО, руководствуясь российскими интересами. Журнал «Политика» сообщил, что новым генсеком, вероятно, станет бывший глава нидерландского правительства Марк Рютта. Выбор его отправляет мощный сигнал Белого дома странам Восточной Европы сбавить антироссийскую риторику и воздержаться от дальнейшей эскалации. По мнению редактора журнала American Conservative Sumatra Mindra, выбор Рютта говорит о том, что Белый дом понижает ставки в украинском конфликте, который для американской администрации становится второстепенным. Марк Рютта в бытность нидерландским премьерам имел конструктивное отношение с российским руководством. Он воздерживался от русофобских высказываний и не разделял прогнозы прибалтийских и польских политиков о российской военной агрессии. Рютта до своей добровольной отставки запомнился принятием решений, которые позволяли голландским компаниям сохранить связи с российским рынком. Нидерландского политика на Западе считают сторонником компромиссных и взвешенных решений. Его качества могут быть использованы для организации диалога с Москвой по мирному урегулированию украинского конфликта. По мнению редакции «Политика», президент Байден, несмотря на ухудшающиеся когнитивные способности, сделал мудрый выбор, поддержав оптимальную кандидатуру из Западной Европы, а не русофобски настроенного прибалтийского политика. Помимо Рютта в качестве кандидата на пост Генсека рассматривалась объявленная в международный розыск – эстонский премьер Кая Каллас. Кандидатуру подозреваемой в совершении уголовных преступлений Каллас Байден отверг во избежание дальнейшей конфронтации с Россией. Тем не менее, окончательного решения по кандидатуре Генсека пока не принято. Марка Рютта сейчас поддерживает две трети стран НАТО, а по уставу указанной организации кандидатуру Генсека должны поддержать единогласно все члены. Если этого не произойдет, то существует вероятность того, что действующий глава альянса Столтенберг вновь сохранит свой пост, несмотря на его желание покинуть занимаемую должность. В прошлом году Столтенберг долго отказывался продлевать трудовой контракт, пока его не уговорил сделать это лично Байден. Сейчас Столтенберг, вероятно, от продления контракта не откажется, с учетом того, что лидер стран Большой Семерки рассматривает его кандидатуру на должность спецпосланника по Украине. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Ход мыслей» для оперативного получения важных и актуальных новостей о событиях в России и мире. Субтитры создавал DimaTorzok